До Нового года осталось чуть меньше двух недель. В воздухе уже витает атмосфера волшебства и чуда, ведь создаем дух праздника мы сами, украшая наши дома, улицы, скверы и окна, иллюминации, игрушками и всевозможными новогодними атрибутами. В преддверии праздников преображается и Старый Оскол. Президент управляющей холдинговой компании «Промагро» Федор Клюка внес самый крупный вклад из личных средств в сумме 1 миллион рублей на праздничное украшение города. В числе других старооскольских предприятий на эти же цели 300 тысяч рублей выделила и компания «Промагро». Уже засиял сотнями огней путепровод на Комсомольском проспекте. Разноцветные гирлянды радуют водителей и пешеходов. Очень приятно, когда едешь по дороге, и дорога освещена не просто фонарями, а фонариками, которые создают новогоднее настроение, праздника. Даже несмотря на то, что нет снега, все равно очень приятно, когда город украшен. Очень праздничное, красиво. Еще бы снегом поможет. Ну будет снег, будет Новый год. Ну и так уже красиво. Очень праздничное, красивое, хорошее настроение. У меня как раз окна выходят на этот раз, магистраль на эту. Я очень довольна. Мне приятно. Я думаю, что и другим людям приятно. Хорошая задумка. Так что я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Композиции, сосновых веток, объемные фигуры сказочных персонажей, чудеса иллюминации и новогодняя музыка на улице. В этом году старооскольцев ждет много приятных сюрпризов в праздничном оформлении городского пространства. Следует отметить, что компания «Промагра» всегда принимает активное участие в социальной, спортивной и культурной жизни города. На протяжении шести лет по результатам каждой учебной четверти лучшие воспитанники и наставники кадетского корпуса «Виктория» получают денежные премии президента, управляющей холдинговой компанией Федора Клюки. Размеры вознаграждения для учеников составляют 25 тысяч рублей, для учителей – 30 тысяч. Также регулярно выделяются денежные средства и на нужды школы. Вы знаете, благодаря помощи финансовой, которую нам оказывали в течение последних шести лет, мы смогли создать много новых интересных мест в учреждении в нашем. Это и лаборатория изучения ресурсов организма, где кадеты изучают и составляют свой индивидуальный маршрут физического развития. Это и космопарк, который мы начали создавать в нашем учреждении. Дети заинтересовались астрономией. Я считаю, что вкладывается очень много сейчас в нашу школу. И не только в материальное обеспечение учреждения, но и в поездки детей, в участие их во всероссийских сборах, слетах кадетских учреждений, в интеллектуальных состязаниях между кадетскими школами. А еще подарки ветеранам Великой Отечественной войны, ко Дню Победы, Долгополянцам в День села и новенькие ранцы с констоварами для первоклассников. С мая 2017 года по инициативе депутата Белгородской областной думы, председателя Совета директоров АПК «Промагра» Константина Клюки, староскольцы могут каждое утро бесплатно заниматься на стадионе «Промагра». В зоне особого внимания сельские школы. Среди учеников провели конкурс естественно-научных проектов «Проэко». На воплощение задумок школьники получили 200 тысяч рублей. Так, в Центре эколого-биологического образования появилась эколаборатория, где ребята занимаются разведением краснокнижных растений, в планах восстановления их популяции в дикой природе. Воспитанники учебной производственной бригады «Колос Надежды» из Ивановки смогли приобрести лабораторное оборудование, необходимое для исследований качества зерна пшеницы и третикали. Озерцы уже трудятся над созданием этнографического уголка в школьном дворике, а дмитриевцы приводят свое село в порядок. Грантовые средства потратили на экипировку команды «Зеленого десанта», листовки и необходимый для уборки инвентарь. Староскольские спортсмены тоже не остались без внимания. В конце августа депутат Белгородской областной думы, председатель совета директоров АПК «Промагра» Константин Клюка возглавил попечительский совет Белгородской федерации прыжков на батуте. Староскольские акробаты входят в тройку сильнейших команд в России. Без материальной поддержки спортсменам не обойтись. Оснащение зала, сборы, поездки – все это стоит недешево. В Белгородской области за каждым базовым олимпийским видом спорта закреплен попечитель. Бокс, волейбол, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, художественная гимнастика и прыжки на батуте на Белгородщине под особым вниманием. В прошлом году при непосредственном участии компании «Промагра» был построен ДК в селе Архангельское. В ноябре 2017-го в Роговатом открылся новый просторный офис семейного врача. Условия приема по комфорту и удобству здесь ничем не отличаются от городских поликлиник. В коллективе медучреждения 9 сотрудников. Они обслуживают жителей трех населенных пунктов – Роговатое, Преображенке и Хутором-Нежилюк. Всего 3185 человек. Благодаря новому оборудованию спектр медицинских услуг значительно расширился. Человек может сдать общий анализ крови и мочи, кардиограмму, биохимию, даже УЗИ по определенным возрастам. И все это бесплатно. На возведение оборудования медицинского офиса компания «Промагра» выделила 12 миллионов рублей. «Промагра» – надежный социальный партнер. Благотворительность на протяжении многих лет – неотъемлемая часть концепции развития компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова